Ну, вы знаете, в нынешней ситуации, если журналист, он может быть семи бядей во лбу, он может все, что хотите, как угодно и все такое. Но если он владеет технологиями определенными, если у него нет аранжировки, то это не музыкант. Это целый ряд должен быть таких важнейших вещей, усвоен. Сейчас мы музыку уберем, что это за музыка? А, сейчас это не мешает, а так аранжировки. Очень симпатично, я бы даже сказал. Я ее послушаю, подстроюсь и буду на разбер читать. Читать сердце. Читать, да. Вот если мы с вами не владеем технологиями современными, воздействием на людей, скажем так, по аудиторию, на которую мы собираемся воздействовать, то это довольно тяжело. И скорее всего мы эту аудиторию потеряем. Откуда у меня такая уверенность? Да, наверное, потому что, в общем, несмотря на то, что я сейчас остаюсь действующим персонажем, в общем, медийного там пространства, и какие-то вещи я могу вот просто трогать руками, да. Как генеральный директор авиастанции «Говорит Москва», она пока размещает только на Москву, ее главный директор Сергей Горенко. И это уже довольно такая устоявшаяся станция, хотя всего год с небольшим вещей, но очень такая уже хорошее в плане рейтинга. А я как бы, я так скажу, в плане заработка и реклама такая никакая пошла. Это тоже очень важно. И вот эти технологические приемы, они нам абсолютно помогают. И я знаю их. Но, ну, по крайней мере, так жизнь складывается, что я приблизительно знаю, как это вот сию секунду устроено. Где взять деньги, там, я не знаю. Где оказать какое-то воздействие. И все равно, хоть убейся, ты не окажешь этого воздействия. Ну и так далее, да. Но главное, главное мое убеждение в том, откуда я это знаю, это, на самом деле, конечно, прошлое. На самом деле, это не такое уж далекое, это недавнее, совершенно прошлое. Это то, что произошло в мире и в России прекрасным образом с бумажными газетами. Наверное, вы все прекрасно понимаете, что проиграли они, их коллективы, закрылись эти газеты, ровно потому, что они не понимали технологических новшеств. Они недооценили технологии. И недооценка технологии одними вывела их вообще из единого ряда. Мы с вами, может, мы даже уже не будем вспоминать там о таких мозгах, как, я не знаю, газета «Правда». Где эта газета «Правда», где газета «Трибуна», еще целый ряд. А там работают еще целый ряд изданий, которые просто этого не поняли. И в то же время прекрасно существуют, иногда газеты и медийные структуры, прекрасно существуют, если они вовремя включились. Если они вовремя поняли, где жизнь, с такими марками, как там старинными, олдскульными, там, как «Комсомольская правда», например, «Работает» и «Носковский комсомоль». Они несут потери, но их потери в бумажной версии, они, в общем, компенсируются интернетными, ну, и так далее, и так далее. Ровно та же самая логика, которая у нас с вами, вот в экономике, скажем так, ровно та же логика у нас с вами будет царить, когда мы будем говорить о том, как мы воздействуем на людей. Вот у нас с вами сейчас, ну, в силу целого ряда обстоятельств, у нас с вами сейчас, мы с вами как-то так, сейчас, в одном пространстве нам деваться не будет, да? Вы пришли, я приехал, я буду говорить довольно долго, вы будете слушать. Он доест, тихо уползет, да? Но в основном, как мы с вами вступаем в такие договорные какие-то отношения, когда, я буду говорить, не всегда весело, а вы будете слушать, иногда будете скучать, но не встанете и не уйдете. Понимаете? Это очень интересная такая вот история, ну, взаимного уважения, интереса, а вдруг он потом что-нибудь еще интересненькое скажет, да? Ну, и так далее, и так далее. Так вот, с газетой, с читателем, с аудиторией этот фокус не проходит сейчас. Раньше проходили. Раньше можно было устроить дело так, что вот эти взаимные какие-то обязательства, интересы, так далее, удерживали людей, особенно старшего поколения, против даже, так далее. Они делали над собой усилия для того, чтобы как-то работать, принимать, так далее, оставаться, если скучно, так далее. Посмотрите, что творится сейчас с массовой аудиторией. Массовая аудитория, в данную секунду, как мне представляется, вообще не очень способна сконцентрироваться на чем-нибудь более-менее долгое время. Гигантские тексты, если даже самые умные, вообще не читаются, на них ставится климат нерасилен и до свидания, который будет работать, принято писать. А работать-то государству, политическим партиям, вообще мыслящим людям хочется и нужно, и дальше возникает такой вопрос. А как работать? А что делать? Заковать вас тут, здесь приковать, там закрыть двери и все? Нет, надо как-то что-то думать. Как-то перед вами танцевать, может презентацию вам какую-нибудь показать, может еще одну что-нибудь сделать. И вот эта история о том, что наша аудитория нас будет слушать, наша аудитория, наша личная, она вот такая, она нам предана и так далее. Она злую шутку сыграла очень со многими средствами массовой информации. Вообще, мне кажется, что вот эта вот вера в химеры, которые сами себе, журналисты, те или иные, они сами себе наворочили, вот это самое, может быть, опасное, что у нас с вами есть. Вот мы склонны, мы очень часто люди, мы люди творческие все, да, и мы очень склонны подчас сами себе что-нибудь нафантазировать, считать, что сделать так, не проверять. Ни социологии, ни какими-то еще там вещами. А потом мы внезапно обнаруживаем, а подождите, а где наши читатели? А почему они все умчались и убежали к кому-то другому? Что он такого сделал, этот другой? Почему они там, а не у нас? Особенно мы перейдем к теме информационных войн и так далее, это вообще особая такая любопытная и интересная тема, что знаю, скажу, а так я очень рассчитывал, что вы можете о чем-то спросить, и тогда наведете на то, что вас конкретно и интересует. Но прежде чем мы туда залезем с вами, этот информационный войн, я понимаю, времени у нас достаточно много, я бы вот этот очень важный момент попытался бы до вас довести. Если брать какой-то исторический процесс, то, знаете, все в мире повторяется. Все в жизни повторяется только на новом, конечно, уровне, с новыми акцентами, с новыми людьми. Я просто... Вот сейчас, на примере многих больших изданий, газет, видно, что происходит сейчас. Вот те люди, которые занимаются, продолжают заниматься бумажной версией газетки, чрезвычайно важны, чрезвычайно нужны. Очень часто большие рекламные потоки продолжают идти через бумажную версию, потому что рекламодатель, он такой традиционный, он очень медленно переключается. Но они каким-то волшебным образом символизируют вчерашний день. То, что они говорят... Они говорят правильные вещи, например, они говорят, разберись и вникни, давайте выслушаем две стороны конфликта. Их так учили, ну нас так учили. Проверь факты, еще что-то. Они все это говорят, они все правильно говорят. А выигрывают не они. Выигрывает тот, кто быстрее. Выигрывает тот, кто ничего не проверил. А новость живет теперь уже просто... Не то, что там... Раньше месяцами это висело, новости обсуждали. Мне нравится этот пример. Вы представляете? А сейчас это просто минуты... Под час минут. Мне очень нравится этот пример, когда... Вот я просто себе... Конечно, в советское время невозможно было себе этого представить, но представьте себе, что Брежнев развелся. Сколько вы обсуждали эту новость в Советском Союзе? Годами! Путин развелся. Ну что, мы пообсуждали, я не знаю, там... Даже месяцы не обсуждали. Я просто вспомнил, что когда это дело все прозвучало, в конце концов, я понял, что больше... Вот я сейчас это не напишу, а не никогда. Я не написал свою версию, почему это произошло и так далее. Выложил туда свои ощущения. Поколение мы одного снимаем. 7 октября родился, 52-го года. Я 21 декабря. И я примерно представляю, как у него устроено вот это отношение к его, этой личной... И я понял, что если я вот ночью сейчас не напишу... Это я просто говорю... Наверное, самый читаемый был пост за всю мою биографию журналистскую. Я понял, что если я вот не напишу это ночью и утром не выставлю, то послезавтра это никому не надо будет. Так оно и оказалось. Пообсуждали это? Пообсуждали? Ну, не едет. Высказали все предположения. Машина очень быстро это едет. Новостная картина очень быстро меняется. И в связи с этим... В связи с этим надо просто совершенно иначе работать. Больше того, вот то, что я вам сейчас говорю, то, что, ну, например, нам надо гораздо быстрее следить за новостями, быстро их выставлять и так далее, а потом, может быть, даже пренебрегая, может быть, такой тотальной проверкой бесконечной, а потом возвращаться к ним и говорить, мы были неправы. То есть вот эта история, она... Понимаете, когда-то ведь этого не было. Когда мы в газете «Комсомольская правда» переходили на эту структуру... Это ведь тоже все старая история, да? Когда мы переходили на эту структуру, то основоположники нам говорили, что вы делаете? Вы что? Вы закапываете все наши традиции. Семь раз отмены. Один раз отмены. Пока я не опрошу еще 15 человек, я не напишу ни одной строки. Материалы писались крупными классиками комсомолки, крупный классик комсомолки, типа Руденко там, я не знаю, и так далее, не писал, 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 как я, и я. Четыре материала в год, они были классиками. Но зато это был долг Анны Павловны Руденко, там, значит, еще что-то, и так далее, и так далее. И они нас подвергали страшному, значит, сомнению наше право так поступать, а мы чутьем понимали, ну, внутри понимали, что если мы так не будем делать, нас затопчут, нас не будет никакой. Вот газета, к тому времени газета была тиражом полтора миллиона. Вот после 20, в советские годы она была 20, а потом стала полтора миллиона, и мы поняли, что наша эта компашка, которая стала ее переделывать, и буровить это все по-плановому, она просто поняла, что сейчас полтора миллиона, потом миллион, потом 900 тысяч, и мы оказались правой, потому что целый ряд таких газет так, таки, так и сделал. Вот газета труд, вот видишь, газета труд? И она есть, она существует, там, Борис Петрович Симонов, лучше, кстати говоря, главный редактор, и комсомольской правдой тоже, как в это время, он продолжает ее руководить, но там вообще, как ты его точно так называешь? В смысле, аудитория, влияние, и так далее. А ведь это была гигантская газета. Это была, я не знаю, она была, какой правда там, что это? Самое главное по тиражам было газета. Но такое решение принято не было. В этой борьбе там не победили. Там победили, старая школа победила. Там главный редактор, прекрасный журналист по фамилии Потапов, великолепный совершенно старый такой школный человек, он говорит, это полурегенда такая, он на планерке говорил, ему говорили там, вот такая-то новость, тот-то, тот-то, вот это, вот это произошло. Он говорит, да, интересно. Правда не написала? Нет. А Советская Россия не написала? Нет. И выбора идут. Понимаете? А в это время? А Комсомольская правда, наверное, написала? Эти написали! Ничего не правда, все ерунда, там половину переврали, там безобразие и так далее, и так далее. Ну да, 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 ну и ладно, и можно. А мы подождем. Комсомольская правда жива по себе, миллионные секси, теряешь, труда нет. Теперь во многих газетах происходит следующее. Молодое поколение, типа нас, в принципе, у нас заприневаться в этом году, да? Приходит и говорит. Вообще надо не так. Вот это вообще то, что вы говорили, вот то, что я вам сейчас рассказываю, это дико было ново, да? Вообще не так надо. Надо вообще там по-другому и так далее. И что вы думаете? Нынешнее наше поколение ощущает себя, как будто, это мой телефон звонит, нажмите его там, выключите, пожалуйста, чтобы он не мешал. Я приношу все возможные изменения. Я не знаю, что это так не делаю, это я забыл. И вот это наше поколение теперь в роли, наши идеалы, цеховывают, их подрывают, что творится и так далее. Но на самом деле, я вам должен показать, это не подрыв, это развитие, на самом деле, того, чему мы, старшие поколения, жизнь поддали. Потому что вот этот, переломить эту тенденцию, мы соберем читателей, и пусть они тут все сидят, а я им буду мораль читать и лекции. Вот как были устроены советские газеты. И поломать эту тенденцию, изменить ее, стоя на очень дорогого. Ну, конечно, я сейчас преувеличиваю, и значительное количество правильных людей будет газетать в того времени и так далее, чего хотите. Они, конечно, так не представляли себе аудиторию. Они понимали, что людей надо заинтересовать, и только поэтому подлинное что-то им дать, и только поэтому такие крупные персонажи продолжали там работать, их любят по всей идее. Часто-комсомольская правда издала полное собрание сочинений Василия Михайловича Пескова. Вторшее поколение знает, кто это, а младшее, как вадим, не знает. Поднимите руки, кто не знает, кто такой Василий Михайлович Песков. Поднимите, честно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 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 двенадцать человек из наших, я не знаю, из наших, наверное, ну вот мы с вами, э-э-э, да, а что э-э-э-э, вот не знаю. Понимаете? И вот интересный вопрос. В связи с этим возникает такой очень интересный вопрос. Ведь если мы, вот мы руководим газетами, да, или там, какими-то медийными активами, будем продолжать думать, что из двадцати человек, все двадцать знают, а один какой-то не знает, кто такой Василий Михайлович Песков. И мы как ни в чем не бывало будем продолжать, значит, работать так, как будто мы все знаем, нам придется. Нам придет тридец, как издание. Дальше мы будем ходить, все красные, потому что это очень обидно. Мы будем такие, значит, взволнованные, и говорить, как же так? Вот выросло поколение, которое не знает там того-то, сего-то, пятого-десятого. Что же делать? Да я-я-я, мы виноваты. Надо бы ему это вовремя объяснить. Слушайте, ну да, ну конечно, как отец и дедушка, и как там человек, я тут тоже все прекрасно понимаю, но надо бы, как же, но как журналист и как руководитель какого-то медийного, не медийного обедания, я должен это принять, простите, вот можно сказать, я не совсем то говорю, что нужно по высоким моральным нормам, но вообще-то я должен это принять, учесть и работать так, знать это твердо совершенно. Слушайте, вот это главная ошибка журналиста, скажем так, старшего и среднего поколения. Работать так, как будто ты работаешь только, если ты хочешь на будущее, если ты хочешь достучаться до новых поколений, читателей, рекламодателей, в конце концов, если ты хочешь воспитать, если ты все равно такой упетый, упорный, ты хочешь, а на самом деле все воспитывай, и телевизор, и кино, и газета, продолжай воспитывай, только иными способами. Если ты это держишь, у тебя в голове, тебе придется ориентироваться, тебе придется хорошо, двердо знать, на что там эти новые читатели, новое молодое поколение знает, чего оно не знает, чего оно хочет знать, и чего не хочет. Я периодически читаю лекции, вернее, не новость там про Василия Михайловича, я вам скажу, я периодически читаю лекции в разных аудиториях, и иногда, например, в университетской аудитории, иногда это молодые журналисты, или там будущие журналисты, и так далее. Я периодически, конечно, задаю им разные такие, ну, не очень каверзные, но такие простые совершенно, вот вопросы, да? Я у них спрашиваю, например, не знаю ли я никого-нибудь, или о чем-нибудь, и мне, прежде чем, прежде чем с ними о чем-то говорить, мне будет просто такой зондаж, зондаж проводится, да? Для чего это надо? Для того, чтобы мне же, мне все равно нужно, чтобы то, что я говорил, не повисло в воздухе. Ну, я не обязан, или там, вы не обязаны тут как-то это все воспринимать, но вот я же зачем-то приехал, я же зачем-то говорил, зачем-то нужен, и нет, мне бы хотелось, безусловно, чтобы это было. Так устроены журналисты, так устроены газетчики, так устроены вообще люди, которые занимаются медийной профессией. они должны этого хотеть, но дальше вот это надо понимать. Вот то, что ты хочешь, а дальше ты начинаешь. У тебя есть одна интересная проблема. Или ты делаешь так, как тебе удобно, потому что ты так привык, потому что ты так считаешь по ошибке, то, что получилось, и так далее. или ты так продолжаешь делать, и тебе комфортно, то тебя постепенно будет уходить и читать. Слушатели, зрители, и так далее. Только постоянный мониторинг, постоянное внимание, и постоянная работа вот в этом направлении дает журналистам возможность продолжать и оставаться интересными. Это удивительная совершенно вещь. Да, это удивительная совершенно вещь, и вот это нам надо спать, если мы хотим и дальше влиять на кого-то, денежки зарабатывать, рекламу собирать, вот это нам надо обязательно применить. Это мое глубокое убеждение. При этом есть такая еще опасность думать о читателях лучше, чем они есть на самом деле, это опасность. Ну, будем считать, что я сейчас рассказал об этом, думаем, что они нас будут слушать, мы им тут будем преподавать, а они нас будут слушать. Нет. Но и хуже не надо делать, понимаете? Вот я вам из своих, вот сейчас буквально маленький эпизодик расскажу из своей биографии, как на самом деле мы иногда в своем цеху сами себя так настраиваем, что мы неверно оцениваем зачастую некоторые важные общественные движения и состояние общества. Я вам расскажу. Значит, я иногда пишу, не иногда, даже они меня заставляют, я вот не сдался сегодня на газонетку, но сдал еще все это в речне. журнал журналистов. Журнал такой сейчас не очень понятного свойства, он такой то ли он нужен, то ли он не нужен, кому-то он нужен, кому-то нужен, кому-то он важен, и там старые друзья работают, и я пишу туда замески. Они попросили написать заметочку в Дню Победы колоночку. Знаете, я взял и написал им колоночку приблизительно о следующем. Вот знаете, живет пожилая женщина, зовут ее Победа, ей уже очень много лет, как машина, как машина, как Победа берет с нами, так совпало. и раз в год приезжают внуки, чествуют ее, восторгаются ей, она накрывает стол, она в центре внимания, а вот этот день заканчивается веселый и радостный, и тишина. Мне показалось, что на ту минуту мне показалось, что так вот она и сейчас весь накал пропагандистский по поводу шестидесятия Победы, он какой-то такой искусственной отчасти, что он какой-то такой вот как-то чересчур. Это мне так показалось. А я всегда за то, что в любой такой истории надо находить человеческие ходы, вспоминать конкретных людей, а не битвы какие-то, ну, битвы, битвами, ну, это было, это фрамбус, ну, сколько можно, а вот человеческие истории и вот я показал, что это придумал, мне так написал, а мы же все писатели тщеславные, мне послали, хорошо, я придумал этот образ с этой победы, и послал, и послал, поскольку журнал тоже фантастическая история, журнал журнал, не пусть на меня коллеги не обязательно это прочтут, где-то там в какой-то стеснодерами, не пусть на меня коллеги не бежат, я им это прямо говорю, и так выходит журнал журналист, через месяц там выйдет эта моя колонка, мама моя, кому она нужна, слушайте, ну убиться можно, я говорю, может вы на сайте хоть раньше выставите, нет, мы на сайте не будем, вот журнал выйдет, мы на сайте, слушайте, этой теории, сколько ей лет в обед, этой теории, ужас конечно, если честно, но они такие, вот где old school, вот это old school, ничего с ними сделать, невозможно, я тогда аккуратненько не говорю, слушайте, ну вы там а давайте, а я на фейсбук прямо в этот же день присутствую, ладно? они говорят, да, фейсбук твой, да ставь ты, что хочешь туда, в результате, у них там на этом журнале, когда все это выходит, там три с половиной захода, да, у меня тут вот она разница, понимаете, вот чего, вот чего, но я не об этом, это, это, к слову, коллеги не обидятся, я у них лауреат, там всего, то есть там все работает, лауреат, по прошлому году лауреат, ну, спасибо большое, стоит у меня такая штуковка, да, почему, приятно, там старые мои друзья там работают, все, согласен быть лауреатом, но если ты хочешь влиять, то тогда тебе надо сегодня отличаться, а иначе, иначе не получится, так вот, ну это к слову, а куда я гнул-то, а гнул я вот куда, а моя теорика-то, с колоночкой с этой, да, ведь она же лопнула и рупнула, я неправильно оценивал ситуацию, понимаете, в чем дело, когда на улице Москвы вывалился миллион там, ну и 500 тысяч там, или сколько, и 12 миллионов народу вышло на улицы страны, городов страны, и поплыло с этими плакатами, ну хорошо, 2,5 плаката приготовили заранее в райкоме партии, как принято было, говорят, я не исключаю, можно приготовить, и молодцы, что приготовили, слава Богу, но остальные пошли сами, понимаете, ну ладно, там, враги все образ профессивного говорили, да, нет, там все организовано, ничего не будет, никто не придет, и так далее, и это, ну вот я-то не враг всего, я-то вообще за, я-о-го-го, и так далее, я с недоверием к этому относился, я недооценил, и он честно говорил, я недооценил этой силы, подлинной силы этой истории, и я очень рад этому, и это мне хороший урок на будущее, ангелис смотрел, значит я тоже где-то стал крутиться на садовом кольце, вот в этом, да, на меня влияют, следовательно, только те, кто влияет, я мало езжу, у меня одно время было ощущение, что я все понимаю, потому что я дико много ездил, лет пять я ездил постоянно, каждый месяц, это три раза, куда-нибудь будет, в Оренбург, в Оренбург, еще куда-нибудь, пожалуйста, по-разному, где-то, сейчас поменьше скажу, и может быть, это в конечном итоге сказал, может быть, еще что-то сказал, не знаю, но я рад и с великим удовольствием признаюсь, я ошибался, это очень, это очень хорошо, так вот, это тоже большая, большая ошибка настоящей прессы, полагать, что большой прессы, это будет большая у него ошибка, если они будут полагать, недооценивать вот таких вещей, вот эта оценка, когда, ну, например, ну, вы все знаете, что есть, существует определенная точка зрения, скажем, на современную, существующую действительность, да, что в России все плохо, и надо валить, Крым вот пришел к нам, а вообще-то, зря он сюда пришел, надо вообще было всем свалить отсюда, вместе с Крымом, и всей России куда-нибудь, свалить, я не знаю, я не обитаю на остров, сделать его обитаемым, и есть там бананы, а в России все плохо, есть такая тут точка зрения, по целому, и думаю, что и вам, надеюсь, не близкая, но она существует, есть аудитория у этой точки зрения, у людей, которые будут это писать, есть, я всегда задумывался, кто эти люди, да, почему они так устроены, что у них в голове, вот мне никак это было непонятно, потому что у меня два раза, убеждать не надо, первое, все будет хорошо, во-вторых, Россия возродится, ну и так далее, и так далее, это не то, что я сейчас вам какие-то пошленькие, истинные говорю, но у меня тут внутри, как-то так получилось, заложено, и вот с этим ощущением, я и подхожу, и когда спутник, как-то падает, да, по ошибке, не стыкуются, мне плохо, я переживаю, а я читаю там, по фейсбуке, а вот опять не пристыковался, все, вот как они тут живут, это мне непонятно, вот это питание, питание каким-то черным светом, да, удивительное, конечно, удивительное, ну и толп, вот я сижу и думаю, да, вот они там на их там ослы, вот водятся еще там где-то, профессиональная, кстати говоря, очень хорошая профессиональная работа для этой аудитории, для своей аудитории, они не кормят этим постоянно, а те, иначе, как питал этот штабы, и так далее, я все время думаю, где же они, что же они там делают, оказывается, не думать надо, а, а, что мы видим, старинно, а прыгать, да, это не думать, а прыгать, слушайте, оказывается, есть люди, вот понимаете, мы тоже живем иногда в своей какой-то, в своих каких-то журналистах, кто в коллективе, кто один, кто наедине с клавиатурой, кому что привиделось, кому что приснилось, что он найдет, но к счастью, к счастью, каким-то образом, вот этот опыт внутренний, он сноватывает, я, так, слово за слово как-то вышел на, ну, социология это ясно дело, продажная девка, и империализма, и пропагандизма, и так далее, но, не всякая социология, я совершенно случайно, постепенно, полуслучайно, вышел на, есть такой публический институт, руководит им Горшков, академик, и вообще крутой такой, диагноз, это институт социологии РАН, российская академия новок, из которой, которую превратили, что за, во что, но, у меня место в институте еще работало, это удивительно, и Горшков, оказывается, страшный мой, единомышленный, он тоже этим интересуется, он тоже, и внутрь своего огромного, мониторинга современного состояния России, он там проводит, они выиграли какой-то грант, неимодерный, и сейчас проводит там, из 20 томов, будет все это исследование, в дуторе этого исследования, он заложил, совершенно такой простой вопрос, а, сколько у нас этих людей, вот с таким сознанием, что все плохо, потом уже можно говорить и почему, а сначала давайте выясним, и как они себя ведут, и что происходит вообще, и так далее, а поскольку они такие академические ребята, то они зарядили серьезное, большое, на настоящее исследование, вы знаете, вот мы с вами можем все, что угодно говорить, мы с вами можем убеждать друг друга, что тут один будет еще плохо, другой будет говорить, что хорошо, третий еще что-то будет говорить, ну какие-то теории, одни будут там считать, что это вот такие люди, они формируются по национальному признаку, другие что по экономическому, третий еще почему-то, и так далее, опять, я взял и почитал эти исследования, фантастическая картина открыл от меня, а ему как академическому институту, и все серьезные люди, я вам доверяю, и поскольку мы знакомы, я знаю, с какой степенью ответственности, он, кстати, к этому подходит, вы знаете, у него есть такая таблица, вот это я жалко, что я не взял камешку, вот надо было вот это вот тоже, рассказываю вам, все на пальцах, а надо было все, современно подойти к этому вопросу, все, там все сидело, ну и вам так, на пальцах, значит, таблица, внизу годы, вверху миллион человек, значит, что он выясняет, вот смотрите, годы же разные были, да, 2000-й год, ну, пошло дело, на пальцах, да, потом, бах, 2008-й у нас там, кризис, да, опа, значит, все упало, да, значит, потом опять на подъем, на подъем, бах, 14-й год, там опять, да, 15-й, и так далее, и, ну, вообще-то, на самом деле, мы с вами знаем, что все годы были разные, правда, ну, так или иначе, чуть-чуть разный, чуть-чуть, так как тучные, как Гудич говорит, тучные годы, да, а потом тучные коровы у нас были, а потом они тощие стали, ну, и вот так вот, по-разному все это и нет, и, ну, скажем так, 70% людей, вот нас с вами, да, как на это реагируют, вот угадайте, да, ну, когда плохо, мы что говорим, какое, как мы оцениваем, каким словом, мы говорим, вот плохо стало, плохо, что мы говорим, что мы говорим, могло бы не хуже, стало плохо, некоторые русским народным языком пользуются, и говорят, и так далее, так вот, вот это большая, наибольшее количество людей, ровно так и реагируют, когда хорошо, они говорят, ничего, нормально, жить можно, когда плохо, вся эта вот масса, на этом диаграмме, на этой, проваливается, в 2008 году, и говорит, слушай, жить стало очень тяжело, потом, дальше пошел, подъемчик, там, цена на нефть, то все, пятое-десятое, Путин пришел, наконец-то, развернулся, вовсюши, пошло, пошло, они говорят, да ничего, а вот уже ничего, а вот и нормально, и так далее, с этим, ну, и фига себе, значит, 14-й год, да, ой-ой-ой, опять с ним, вот это, то есть, адекватные люди, когда плохо, они говорят, что плохо, когда хорошо, они говорят, что хорошо, и их, к счастью, их, ну, процентов счастья, я за цифрой, если хотите, я потом, я, если хотите, потом по цифрам, я вам, куда-нибудь выставлю это все, это все, истинная тараф rivista. И их процентов corriente, это очень хорошо, это очень хорошо показать, это означает, что мы находимся в здравом, нормальном обществе, и с этими людьми, если вы массовая газета, если вы массовую аудиторию, если вы не мы, вы хотите, вы хотите, серьезное, Охватить какое-то количество людей, вы должны понимать, вы работаете, 70% вашей аудитории нормальные люди. Когда плохо, говорят плохо. Когда хорошо, говорят хорошо. Страдают тогда больно. Радуются, когда радостно и весело. Когда им говорят, бери портрет прадеда, дуй на красную площадь, на Васильевск искусств. Ха! А где у нас портрет этого? Не выкинули, чай, эти самые фотографии-то старые. Я под это дело так впечатлился, я вытащил свои старые фотографии. Альбом ввели еще моя мама и тетушка моя, они там все сохраняли, бархатные альбомы старинные. Они все набиты этими фотографиями, половину я не знаю, кто это. Это их друзья и так далее. Но я тоже, если бы мне пришла в голову эта идея, что мне нужно идти, я бы нашел его по фотографиям. Копировал деньги я, сделал такой шляп. Ну, я не направился, что физически не было в это время в городе Москве. А вот только поэтому. Так вот, понимаете, если вот эта часть, если ты работаешь на эту часть аудитории, если ты в нее веришь, если ты не обзываешь ее быдлом, если для тебя это не какие-то там черт знает кто, которые мешают только тебе расцветать в твоем собственном понимании, как ты этого хочешь, тебя будут ждать истек. Ну, конечно, как же у меня ведь. Ну, это тем, что вы спросите, а что же там еще? Что же там за категории еще есть людей и как они реагируют? И там есть некоторое количество процентов людей, которые странным образом, их довольно много, они вообще не фиксируют ухудшение. То ли это олигархи, то ли им пофига, то ли как. Я, потом мы дойдем до этого, я запросил, а что это за люди? Понимаете, там разные на самом деле люди, но по тем или иным причинам у нас с вами есть категория людей, которые не боятся вот этих вот скачков напряжения в сети. Многие из них, представляете, несмотря на то, что все мы тут ноем и плачем, и говорим, что нам ничего не дают делать и так далее, многие из них имеют свое собственное дело. Знаете, как Артемий Лебедев, не очень он красиво, конечно, сказал, мне ведь все равно, Путин это или Уильдин, да? Я любимым делом занят, и он мне не мешает. Понимаете? Это, конечно, не очень хорошо сказало, не очень красиво, но просто чисто гуляно. То есть есть категория людей по разным причинам. Либо от равнодушия, либо вот совсем уж низкого социального положения, которому уже ничего не сказывается. Они все равно сидели со своей такой пенсией крошечной и так далее. И они не на что реагируют, но и не протестуют. Ну, это какой-то слой, который вы видите. Но дальше, самое фантастическое, что там есть в этой диаграмме профессора, академика Горшкова, это нижняя часть вот этой штучки. Что бы ни происходило в стране, кризис, война, революция, несчастье, глад, мор, значит, счастье, 9 мая, еще что-нибудь, что бы ни происходило, приблизительно 7 процентов, это черная полоса, все плохо. Вот это удивительная такая штука, понимаете? Они есть. Нам кажется, что это социально обусловлено. Нам кажется, что это, вот подождите, да, может быть, они вот как-то там их, может, их дедушку репрессировали, или вот и поэтому, он так говорит, еще там целый актив. Но их довольно, их 7 процентов при любых условиях. Я запросил у академика, говорю, академик, ну, будьте любезны, пришлите мне, пожалуйста, эту самую, Рашисов, чуть залю. Ну, я у меня там название подозревал, аудитория, эхо, москвичат, когда я тут, ну, что такое, какой-то, значит, у меня, да, я что же, я такой уже, уроненный с печки, значит, в этом смысле, да? Это такой коллективный шендерович, какой-нибудь чудесный праздник, да? Вот, слушайте, нет, нет, есть и такие, конечно, нет, но это люди, у которых, это опять же там, это очень дробная оказалась история. У кого-то обстоятельства жизни какие, у кого-то слишком низкие заработки, кто-то живет в крайне депрессивном регионе, на который ничего, что кризис, что не кризис, там один фиг, да? Но только есть количество людей, которые кризис, не кризис, они все равно говорят, да ничего, нормально, выживем. А некоторая часть говорит, нам, 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 тренируйтесь. И 7%, слушайте, 7% такого же, если я прагматично, если я прагматично выпускаю, или там какой-то ресурс имею, и я знаю твердо, что у меня эти есть 7%, и они, как-то, я смогу до них добраться, мама моя, так я на него и буду работать. Ну, почему нет? Вот она, маленькая грядочка, моя, эти вот депрессивные люди, которых надо кормить тьмой, с ложечки, кормить, и они будут тебе благодарны, они принесут тебе денег. А те из них, кто, несмотря ни на что, несмотря ни на какое сознание, еще и чем-то заработанным в бизнесе, они еще рекламу притащатся, да? Своего этого ужаса, нет? Вот. Но если мы хотим работать не вот на эту нишу, да, а на народ, а вот такие крупные проекты, которые мне посчастливилось принимать участие, как... Капсомская правда, например, она же понятное дело, это массовая газета, на народная газета, мы не можем отбираться на эти дачи, я даму секундочку, я понял. Сейчас я завяжу, а вы будете спрашивать, да? Я чувствую, там уже руку снимать. Вот, понимаете, это чрезвычайно важная, чрезвычайно важная вещь для этого, для понимания, для внутреннего понимания истории. Вот смотрите, теперь, как сейчас на радио, которым довелось мне, значит, работать, сейчас доводится, она абсолютно московская радиостанция, говорит Москва. Я вам расскажу просто несколько эпизодов для понимания, как на самом деле это устроено. Вот смотрите, радиостанция говорит Москва. Вам нравится название? Нравится старшее поколение говорит, младшее, что скажет? Нравится, нравится, нравится. Самые смелые понимают, а они говорят, мы не знаем. Ну, нравится вам оно или нет? Говорит Москва. Она узкая. А? Узкая слишком, только Москва. Узкая слишком, правильно, есть такое мнение. Говорит Москва, потому что говорит Москва, Пой Москва, Пой Москва разговаривает, правильно говорите, но они вещают только на Москву. Пока. На данном этапе мы вещаем только на Москву. Дальше будет проблема. Ну, например, да? Говорит Москва, Россия только слушает. Уши разъяснили, да? Ну и так далее. Или неразъяснили. Ну, дойдет до этого, будем думать, как внукнуться из этой ситуации. Но смотрите, название, мы, когда мы решили, что она будет говорить Москва, выяснилось, что название уже принадлежит другой администрации. Как никто бы ее вообще не знает и забыл, что она есть. Она говорит, она существует тоже в Москве, ну, в целых, ну, в десятых, что-то там у меня какое-то есть. Она называется «Говорит Москва», представляете? И когда мы это узнали, мы пошли и стали прикидывать, сколько же они с вас сделают. Сайт на название, если мы придем, мы попросим их продать на название. Мы стали прикидывать, и у нас, так сказать, волосы последние, вставали. И мы к ним пошли. Там сидят люди, тоже очень уважаемые, хорошие. Они потом взяли, взяли, сделали другой проект, дай им Бог им успехов. Они замечают, все хорошо. Ну, просто они вот так устроены были. Они говорят, ну, да, да нет, мы вам так и дадим. Как вы так и дадим? Да мы полугосударственная конструктура, у нас форма собственности не дает нам возможности продать это название. Вот, есть Бог на свету, давайте нам это название бесплатно. Значит, мы вам что-нибудь хорошее сделаем, подняли, подняли, подняли. Забрали и взяли это название. Почему? И дальше, конечно, Дальянко, который, конечно, персонаж неоднозначный и так далее, и тому подобное. Вот дальше он развернулся в полную силу. Потому что у него баритон, он страшно, что маскулинный, значит, мачо и так далее. И он, мы говорим, сначала говорим, а позывные мы как будем делать? Он говорит, а может, давай левитант? Ну, левитант? Я говорю, слушай, левитант, конечно, это да, но там театрские права полезут. Ну, в общем, он такая, ну, так. Куда-то мы сейчас провалились со всей этой историей, а нам надо быстро. Я говорю, а ты сам, ты сам левитант. Ну-ка давай, ну-ка, 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 ну-ка. Ну, он записал это все в живую, это звонка, это громко. Говорит Москва! То есть, ты же работа... А, подсознание наше работает, да? Работают все радиостанции, сайс-сайс-сайс. Это пока только в Москве. Это пока только в Москве. Я к чему это говорю? Вот просто вот такие вещи... Зачем нам это было нужно? Да, узкое, в смысле географическом. Но название не статичное, не дождь, не серебряный дождь, не золотой. Вот, да. Понимаете? Да, в нем есть движение. Аудитория радиостанции, говорит Москва, в прямом и в переносном смысле движется. Во-первых, она едет в это время куда-то, да? Это утро. Главная программа радиостанции это даренка подъема. А дыря, аааа. И дальше там постоянные опросы в прямом эфире. И всякие издевательства над всем, в том числе иногда именно здравым смыслом. Но это специально для этой аудитории. Это самостоятельные люди. Они за рулем своих машин. Они... Они патриоты, конечно. Но они власти в одном месте целовать не собираются. Они собираются отстоять права с ними. Они те самые, которые когда плохо, скажут плохо. А еще и скажут, поскольку так плохо, так давайте мы, так сказать, разберемся. А почему у нас так плохо? Они зададут этот вопрос, они не сядут в тактике. Они спросят. Они в эфир позвонят. Они бряхнут чего-нибудь. И так далее. И вот эта аудитория, конечно, конечно, она... Мы должны понимать, что мы работаем для них. Мы работаем для этих ребят. Девчат. И так далее. Причем, как говорит Сергей Леонидович, если нас случайно послушает какая-то дискомерка, то вы выгонять не можете. И, наверное, слушают. Да я точно знаю, что слушают. А знаете, почему я еще знаю? Потому что вот этот оптимический состав работы с аудиторией, он еще в значительной мере... Знаете, чем он обусловлен? И над какими-то случайными совершенно вещами... Вот на РСН, там же история была такая, вся эта команда работала на РСН. А потом они там поругались, поссорились, и начали... И решили, и сотали, и нобрали. Оттуда перекочевала программа про гнил песенок. Ну, казалось бы, не очень стыкуется, да? Стыкуется. Это вот... Я вам говорил, как я не попал в оценку значения юбилея и победы, да? Вот я бы тоже так попал, я бы тоже не попал бы, если бы я думал, что вот эта аудитория, которая рулит, и вообще такая вся... Такая вот, да? Что она не будет в какой-то момент на этих родных песнях попал бы. Понимаете, вот это удивительная вещь. Это означает, что когда мы работаем с той или иной нишей, с той или иной аудиторией, мы не должны самоограничивать. Это же все время проверять. Мы все время проверять. А что они еще? Да, ладно, мы им сейчас загоним у кого-нибудь... Кто и кого-нибудь слушает сейчас в современных каких-то группах, там, сэвэджис, да? Условно говоря, давайте им загоним. Я просто говорю, если мы музыкальная радиостанция, да? Загоним им туда и... Они все слушают, да? А может еще какой-нибудь там, не знаю, прийти многие лезут, да? И мы будем верить в то, что они ничего другого не хотят. А надо попробовать. А надо посмотреть. Понимаете? Вот эта алхимия работы с аудиторией, она очень любопытная и иногда она очень любопытная и нас может, ну, так сказать, навести нас на какие-то очень любопытные вещи совершенные. Есть еще одно обстоятельство... Сейчас я уже... Просто важно, потом не забуду сказать, а это важно. Есть еще одно очень важное обстоятельство. Все, что я рассказываю, на самом деле, если вы думаете, что когда он будет про информационные войны говорить, то, в принципе, я вам сейчас рассказываю, знаете, как пушки... Повардовский писал. А пушки к бою едут задом. Когда начнется информационная война, вот все, что я сейчас говорю, должно уже быть в команде. На рабочих местах, компьютерах и так далее. Оно должно быть готовим для этого. Когда мы хватаем мешки, вокзал отходит, враг у порога и так далее. Нет, это надо, чтобы вот это мы знали заранее. И умели работать так заранее. Потом, когда скажут, значит, что пошла работать пропагандистская машина была, война на пороге, ну, что же скажешь. А мы работаем уже. А мы уже знаем, как это делается. А у нас есть внутренняя убежденность в некоторых планах вещах мы работаем. Так вот, очень важный момент, который надо учитывать работая с аудиторией на медийном пространстве. Можете себе представить? А он даже не включен. Чего там он для этого стоит? Он включен. На, 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 на. Мы работаем. Вот, может быть, потом понадобится что-то. Очень важный момент это вот эту аудиторию вы должны заранее уважать. Вот это чрезвычайно важная вещь. Вот это, заранее уважать вот эту аудиторию. И верить, верить в одну очень важную вещь. Люди, на самом деле, очень сложно устроенные такие механики, да? Или организмы. Они сложно устроены. Я очень люблю рассказывать эту историю. Я сейчас вам скажу мысль, а потом проиллюстрирую. Значит, они, на самом деле, крайне парки на то, чтобы на них думали, чтобы даже лучше, чем они есть. Это очень важно. Вот выходит, вот, знаете, ни один таблоид в России не перевалил за сакральную цифру 600 тысяч. В лучшие годы в ней унизил 600 тысяч. Так, жизнь, там, то, что... Вот 600 тысяч. Вот даже не идет. Почему? Выбрана аудитория, которая наслаждается этим по-настоящему. Она выбрана. А та же комсомолка в лучшие годы три миллиона у нее тиражей, ежедневные тиражей. Почему? Потому что, если одни по-простому, по-нашему, по-рабоче-христианству шпарили вот этот таблоид и точка, то мы всегда держали в голове что наш читатель лучше. Наш читатель хочет еще что-то знать. Мы всегда проверяли этого читателя и оставляли ему поле для маневра. Для того, чтобы он читал нас. Да, он тоже будет у Киркоровы, про Ток, Росёв, про Сианский, Дрязнецов, и так далее. Он будет, и все еще. Почему нет? Ну, а я тоже считаю большим вопросом. Но при этом у него должно быть поле для маневра, для... Он должен быть. Значит, социология была смешная, мы ее проводили. И это на многие годы... Редакционный коллектив, вот этот пример, который я вам сейчас приведу, на многие годы определил, как редакционный коллектив, газета, работает под влиянием вот этого комплектного примера. А пример следующий. Значит, есть такой тип исследования журналистского, кто слушает меня второй раз, третье, может быть, даже и слышал уже эту историю. Есть такой тип исследования, такой провокационный, когда приглашают человека и говорят, приехал профессор в социологию, ну, Гошков, условно говоря, академик, Гошков, да, очень хочет с вами поговорить, задать вам ряд вопросов и так сказать вам вот эти истории. И приходите к Адинскому. Человек приходит к Адинскому, значит, ждет Гошкова, значит, волнуется сверху к Адинскому. Следующий человек, Академик Первый. Вот. И он приходит. А секретарь ему говорит в одиннадцатый, вы знаете, там профессор очень занят, чей-то с ним. Чей-то с ним. Вот присядьте вот здесь, в газетчике вам чай, и так далее. Вы полистайте, посмотрите. Лежит газета. В данном случае, лежит, естественно, как самостоятельно, человек сидит, две минуты прошло, чай-то, газета. начинает не листать газету, он ее листает. И, конечно, он листает, на чем-то останавливается. 30 секунд. Он уже читал, или рассматривал фотку. Опять. Теперь, да, рассматривает фотку. И так далее. Всю газету пролистал. Есть минутка, 15, сколько там, полотенцем. это все фиксируется, скрупулезно фиксируется. Мы же видим, куда он смотрит, и сколько он на это тратит. цикл. Мушминный гуляет. Зачек. Идем к профессору, к Гошкову, и говорит, кто-то вас спрашивает. Ну вот, кто-то спросил, у нас в системе, ну да, я давний читатель, газета, я написал, я не знаю, что-то так, что-то так, что-то любит. Ну и что же вам нравится, газетам, концернская правда? Ну, я читаю там политические новости обязательно. там газета правильно там их освещает. Василия Михайловича Пескова, того самого, которого никто не знает, уже более почти. Василия Михайловича Пескова, он был такой потрясающий журналист советский, кто не знает. Возьмите и читайте просто, потому что это дико интересно по сей день. Это прекрасный русский языком написанный, рассказывал в основном о природе и о подвигах, о чем угодно. Он там писал, это просто потрясающе совершенно. Он из народа весь такой. Он, кто ему, ему, баба Катя, она наша, Благодарева, это тоже тайна, великая комсомольская правда, стенографистка Екатерина Благодарева, которая проработала в комсомолке лет 60, она ему правила тексты, потому что он не знает, это нет. И это наши, Василий Михайлович. Солен? Василий Михайлович, спасибо. Да, ну не важно. Я, Василий Михайлович, Пескова я читаю, я, значит, то-то, все-таки, ну молодец, спасибо вам большое и так далее. Вы, верный читатель нашей галеты, да, бабушка выписывала, девушка выписывала, я бы выписываю, вы молодцы, до свидания, вот вам еще брелочек, с названием, значочек вам комсомольской правды, до свидания, он уходит. Дальше берем эту штуку и смотрим, что этот негодяй, на чем, что он смотрел. тогда были времена, а группу Тату кто-нибудь помнит? Естественно. Естественно. Василия Пескова, да, фортик старинка этого, да, кому он так и нужен. А вот группа Тату, это да, мы все помним, она же на Олимпиаде слегка там играла, ле 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 ле, на на на, вот, смотрите, этот вот человек, вот он бабушку выписывал, он очень хороший человек, значит, он, он перевернул, там фортические новости какие-то, он перевернул, там что-то еще, перевернул, оп-па, Тату. Причем девчонки, они же там фотосессии были, но довольно рискованные. Ненадолго. И потом стал читать. Почитал, значит. Еще что-то нашел. Потом круг потребителей. Вот тут он застрял. Он посидел, почитал. Честно сказать, Семеновича Пескова, он пролистал. Вообще. Он пролистнул. Не значит, что все пролистнули. Конечно, но читали его, и сейчас читают, и книжки эти пользуются популярно. Сейчас издали, я уже говорил, 15 томов. Комсомольская правда издала 15 томов. И тут тоненькие, но это полное собрание сочинений, хорошую изданную очередь. И так далее. И сейчас буду читать. Но он пролистал на Семеновича Пескова. И наконец последний, он перевернул в последнюю страницу, а там девочка дня. Он принудобался. Настроение хорошее. Анекдоты прочитал. Все? Видно же. Сидишь, видно. Да, конечно. И потом пошел к профессору, рассказывает, что его идут все политические новости на Семеновича Пескова, что бабушка будет написать. Как к такому человеку относиться, да? Вот главная ошибка какая? Вот негодяй. Вот врунишка. Вгунишка. Ай-яй-яй. Вот мы тебя сейчас выведем на чистое. Ни в коем случае. Вот этому, этому чувству в человеке, когда ты читаешь про Тату, а хоть аж, чтобы другие про тебя думали, как минимум, что не только про Тату, а еще и там про Путина, как он куда ездит, да? И так далее. И Василий Михайлович Песков. Ты слышал уже и знаешь, что это нечто базисное. Скрепа. Скрепа. Вот Путин говорил Скрепа, да? Это Скрепа на самом деле, да? И ты хотя бы, ты не очень понимаешь, где она там и как, но ты хотя бы понимаешь, что когда-нибудь ты дойдешь до этого, ты знаешь об этом, и ты прочитаешь, и, возможно, прослезишься, да? Или воодушивишься. Вот это очень важно. Так этого читателя, вот этого, какой он и есть, вот как он, вот как весь в своем дискретности, вот в этой вот своей, да, и разнообразности, это народ. Народ так устроен, на самом деле. Если хочешь делать Народную газету, имей это в виду. Если хочешь вообще-то работать с таким контингентом, с этими людьми, вот мы их уважаем все. Вот комсомолка их всех уважает, свою аудиторию. А радио говорит, ну а Москва уважает свою аудиторию. Но иногда в своем кругу, мы, конечно, над ними можем и посмеляться чуть-чуть, и поиронизировать, так сказать, в своем кругу, и всерьез. И вот так вот, без зверей и серьезности, их надо любить, читатели этих наших, их надо их очень любить. Они нам отдают свои препятствия, на нашу с вами жизнь. Никак иначе. Нет, есть, конечно, и другие способы, там, заработать рекламу, там, и так далее, и так далее, но все равно вот это вот часть. Если без этого, ничего не работает. Есть, конечно, газеты, которые, или там, средства массовой информации, которые работают на очень узкие, там, категории. Про них тоже можно много чего интересного рассказывать, как они окучивают конкретных, там, дворников, может быть, я не знаю, приехавших из Узбекистана. Есть и такие. Вот в нашем холдинге есть радиостанция «Восток». Она явно совершенно обслуживает мигрантов. Песенки для мигрантов, новости для мигрантов, еще что-то для мигрантов. Вопрос, правда, где этот мигрантов что-то слушает? Да, ну, может и слушать. Он же в это время не все. Да, может быть. Но это еще надо дожить до того момента, когда они будут слушать в наушничках. Да, вот еще. Они его слушают какого-нибудь своего там, кто-нибудь любимый, приветствую. Ну, допустим, да. Или какой этот самый, черные глаза. Вот, поэтому, что касается... Последнее, что скажу, значит, заканчиваю. И вот с этим багажом нам надо отправляться на информационную войну, если не дай бог, она все-таки пришла к нам в дом и так далее. Она к нам, конечно, пришла. Ой, ну вот в этой серии... Сколько мы с вами-то, значит, делимся уже час. А нам надо с вами биться... Юля Заняевна, сколько нам надо с вами биться? Ну, даже с детьми. Еще 20 часов. Давайте поэтому... Там уже были какие-то вопросы, поэтому я предлагаю следующее. Вот сейчас мы еще на вопросы поотвечаем, потом у нас когда-то там перерыв. Да. Потом мы опять переходим, и что-то... Я вам еще раз говорю. Вот по второй части я вам готов про информационную войну, про какие-то вещи, которые вам рассказывают. Вы хотите, что вы скажете? Да, можно. А так, я тоже самому, чтобы я не как-то... Спрашивайте, короче. Перебивайте. У меня вопрос там по этим 7%? Да. Вообще, общемировое явление, в каждой стране какие-то 7% есть. Это уникальное российское явление, которое только у нас. Вы не задавались таким вопросом? Вот, кстати, хороший вопрос. Вот пять вам за вопрос. Как журналистов абсолютно пять, да? Пятерочка. Значит, вот. Потому что... А, я не задавался таким вопросом, а надо. Вопрос абсолютно правильный, в самую точку. Я могу только поделиться и на косвенных поговорить. О том, на косвенных поотгадывать. Так ли это? Везде ли это так? Значит, я могу вам твердо сказать, где это точно так. Есть такие особенные места на Земле, где это точно так. Ну, например, я просто по своему опыту знаю многих людей, я знаю, что это приблизительно так в Израиле. Там есть определенная категория людей, которые абсолютно недовольны существующими политиками. Какими бы они ни были. Ну, это просто, я там тоже довольно часто бываю, у меня там много друзей. И, конечно, это, они тоже это отчетливают. Вот есть у нас такие люди, которые... Там больше наших. Американцы. Американцы. Знаете, вот, я не знаю, в цифровом, конечно, соотношении, сколько там процентов. Да, да. Американцы. Там другие, там много наших. Значит, смотрите, американцы тоже очень критически настроены к людей. Там довольно много этого. Там даже не надо нам с вами далеко ходить. Мы это видим, ну, на косвенных примерах мы это видим из американского кино, из американских там, ну, и так далее. Там природа немножечко другая этого, как мне представляется, немного другая природа вот такого отношения. Можно взять просто Гиппократа, ущербник Вознесенского и Писарева, и там будет написано, что меланхоликов 7,5-9,5 процентов. Может и так, да. Знаете, ну, там только все равно это не объяснит, почему меланхолики в таких разных социальных стратах там находятся. Мне кажется, на самом деле, что формулирует вопрос не в том, что это плохо, допустим, что это 7 процентов критически постоянно на настройках. Вопрос только в том, как позиционируется этот критический настрой, куда он вливается, что он, собственно говоря, в качестве вывода. Нам, наверное, навязывают, молодежи или не молодежи, или критически настроенные ребята, вывод в момент. Вот мне не нравится это, я думаю, с этим повоевал. А вот вам и информационная война. Вот недавно я прочел, я не знаю, следите ли вы за этой коллизией или нет, но там чрезвычайно сейчас интересная коллизия происходит на радио «Эфа Москвы». Как по Москве. Алексей Алексеевич Медико взял неожиданно себе, если кто-то, кто-нибудь слышал, ну извиняйте, да? Я чуть-чуть расскажу, если кто-то не знает, да? Алексей Алексеевич Медико, главный ребят, коротворя этой фанфы, взял себе помощницей. Зовут ее Леся Рябцева. Молодая девушка, вачечка такая. Да, выглядит довольно симпатичная. Не очень симпатичная, что-то нравится, но не в этом дело. 92-го или 3-го года рождения. Она 92-го или 3-го года рождения, совершенно девица такая. Что делает, на мой взгляд, делает честь, я думаю, что это делает честь старику Алексею Алексеевичу, великому, что он такой у нас боевой. Оказалось, нет, любовница она не его, а Багирова, как она сама ими написала. Я любовница Багирова, а не Багирова. И в этом духе эта девица шурует на сайте, ну во-первых, она там уже что-то ведет, во-вторых, она там рулит части радиостанции, а в-третьих, она шпарит совершенно потрясающие по своей простоте и незатейливости посты. Ну, например, она, в одном из них ее поймали на то, что она думает, что в России 8 миллионов человек все равно, а перепутала. Москву, да, даже без большой его Москвы, она, ну спутала девочка, ну ладно вам, ну вот что вы сразу, смеяться, вот издеваться. Ну девочка спутала, а что, это какая-то разница, что ли, есть? А вам уже важно 140 или 8? Да ладно вам, вот начали сразу смеяться. И девица шурует абсолютно на голубом глазу яркие, значит, посты про, значит, попался ей под руку Касьяна, бывший наш, примерный. Не пришел, видите ли, на эфир. Видите ли, он знает, что она такие вопросы задает, как камерзные. И она ему, со всеми русскими выражениями, и со всеми, значит, полагающимися в случае, да вот, причем она сказала ей за полчаса, до эфира, знаете-ка, до эфира у тебя, у тебя собеседник срывается, блокчат скажешь, что угодно, да? Ну, она его там отлистала, как следует, причем совершенно без этого. Она назвала его, его и еще группу таких же товарищей, чудаками на букву М, причем так. Раз 18, потом в гости она сказала, кто они, и так далее. Поднялся вселенский шум. Кто это такая? Кто это Рядцева? Какое она имеет право? Акунин из своего далека, из своего, где он там, в Санкт-Себастьянии или где-то, где-то рядом, значит, я никогда больше не приду на блок Эхо Москвы, как Рябцева, до тех пор, как я такие, как Рябцева будут, значит, здесь. Следующий Сванидзе, почему-то опознал себя в этой истории, я очень говорю о Касьяне, да? И тоже сделал заявление, что он уходит отовсюду, и Эхо Москвы. Вот, было плод чего-то важного, да? Или скрепа нашего, нашего мирка, да? Значит, вот, и Тулья, теперь это, Лесь Арябцева, значит, Бударанин. Такой любопытный парень, который, в газете, в гендерном издании «Взгляд народ», это я его давно знаю, любопытный, такой молодой человек, он к этому поводу потрясающе, потрясающе точно справлял. Михаил Курилов, наша традиция шла свергать путем. Наткнулась на левцах. Пока победить не нужно. Понимаете? Вот это удивительно. Внезапно, внутрь этой всей истории, загоняется, вот тоже, видите, как интересно, жизнь достроена, загоняется, как там под кожей-то, да? Ну, не было, надо, неправильно. Дельфинов ставят, пел, мой бетро, да? Да? Вот загоняется весь Арябцев вот туда. Мама моя, король-то голый. То есть фоноберия какая-то, неумение полилизировать, привычка находиться только в привычной себе благообразной среде, таких же, как ты. Быть уверенным, что тебе поклоняются и похлопают и так далее. А там, это на высшей крыше, оказывается. И умный человек, леведиктор, мне кажется, он очень умный, очень серьезный талантливый, большой руководитель. Хотя у нас с ним вряд ли не найдется хоть одно пересечение политической геродации. Хотя может и не найдется. Ну, давно, в другом, наверное. Он гимнальный, может ему кто подсказал? Может она, как Света из Иванова, прибыла к каким-то, еще там, тем или иным, волшебным образом. Но то, что этот персонаж перевернул сейчас все, и что пишут теперь воодушевившаяся патриотическая часть Жонзолейского церкви. Воодушевившаяся патриотическая часть, которая, кстати, победить эхо не могла раньше, воевала. Все точно так же, да? Мы за это, эти за то, такие патриотицы. Из-за этого приходит человек и берет его вот так вот, и эти пишут, значит, появились черты солидарности с эхоцами, которых прямо так мучают, мучают рябцы, вы представляете? Это фантастика совершенно. То есть, то ли по возрастному принципу, то есть, почуяли, что какая-то опасность приходит. Вот может, с вашей помощью, молодые, глядят так весело, да, вы думаете, может быть, понимаете? Вот эта история о том, что надо самим успевать пристариваться, да? Надо самим успевать следить за своей аудиторией, надо для того, чтобы побеждать, нам надо иногда сходиться, наезжим, на корейском. А то не только ты Путина не провелищийся как оппозиционер, ты вообще превратишься в посмежище. Вот смотрите, вся эта оппозиционная история, которая, ну, скажем, от болотни для сегодняшнего дня, во что превратились? Благодаря только им, никто им не цели, не бил, не сажал, ну, Навального там, Патриполит чуть-чуть, да? Смотрите, они сами во что-то превратились, в какой-то что-то комедийное. Причем, что надо сказать, что вот, ну, скажем, людям медийным, которые держатся в других, говорят, никаких команд, что-то с ними делать, специально воевать с ними, не поступало. Правильно кто-то из наших товарищей написал, чаще давать им слово, и они сами дисклимитируют себя, лучше же, все эти самые цели. Недавно, там удивительные, конечно, люди, там, в Господе, значит, он недавно в этом, в Петербурге, и в Петербурге, он написал, я принимал участие в программе телевизионной и сказал смело, что, ну, во внутренней политике, пусть он ведет себя как на Солине, а во внешнем, как в Дюхе, так сказал, вот я вам сказал, и на Восток, ну, вы знаете, это телевизор там, на Восток идет прямой эфир, потом там поработают сами, и на Восток уже ушло, это вообще есть, это так все наши враги так и говорят, да, что тут смело, где тут вообще, хоть что-то похожее на, на оригинальность, на какой-то подход, на знание аудитории, знание жизни, да сколько ж можно, уже было празднование 9 мая, Леня, очнись, миллионы людей, хорошо относятся, Пан Гимун уже сказал, говорит, пошутил, он пошутил, Пан Гимун сказал, говорит, слушайте, Владимир Владимирович, говорит, думал эти все люди вышли протестовать против управления, а они оказываются за вас. Ну, я понимаю, там есть рациональное зерно, ну, недаром мудрый политик всегда имеет и либеральное крыло, и патриотическое крыло, уфо, как раз так. Всю жизнь у России были западники, и так далее, и так далее. Это баланс определенный, он соответствует каким-то параметрам общества, это тот же академик Горьков вам прекрасно докажет на своей социологии. И надо этот баланс очень ценить, он является важным, он является значимым, а не дикая, глупая борьба друг с другом, в который однажды вмешается лесник или лесеряк какой-нибудь, который еще как кого-нибудь. И внезапно окажется, что вся эта история вообще пустая. Битва шла не там, не за то, мимо людей, мимо страны, мимо ее судьбы, мимо важнейших вещей, а хуже для журналиста или еще кого-то там, я не знаю, не книгищика, оказаться вне порезки, хуже это у нас предстанется. Мючинская судьба, наверное. Костьянов хоть не отреагировал, Костьянов отреагировал, я отреагировал, мы там все, все можно почитать, Костьянов тоже надулся, это такое старомодное, понимаете, вот этот ужас. Я вам скажу, я сам все проходил, примерно подобное, я же из, понимаете, как, мы же поколение, это старшее все-таки, мы как-то прибыли на эту поляну, на которую уже люди шуровали на интернете, да, на интернете, мы же недооценивали, я сам это недооценивал, я вот искренне, совершенно это отбиваю. А там пошла уже другая игра, другие, я помню, я был главным редактором, известным, опубликовали какой-то материал, очень, сейчас уже не помню про что, и главный редактор новой газеты, Дима Мурат, значит, он пишет мне, почву, кидает мне, ну, где-то, мне иначе, будет такой, где-то, просто на почву, кидает мне, прочитал такую-то заметку, Володь, ты не заболел, сейчас, что я ему отвечаю, Дмитрий, газета серьезная, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, значит, я не только не заболел, но иду, это моя точка зрения, это я ее отставил, и все это ему задумает. А один молодой товарищ, который следил за этим, он мне тоже что-то отвечает, я опять даю отлук один молодой товарищ который следил за историю он говорит это неправильно стилистический расследователь грандиозный не смысловый а что я должен был ему отвечать ему отвечать конечно я здоров , и трезвый . в отличие от них и я говорю и что а все вы победили как муратов я же собрал все силы я же написал ответ он такой логичный он такой замечательный он такой правильный я задумался понимаете это очень важный важный момент я не знаю как вы это чувствуете но мне кажется что по старинным рецептам вот у меня есть приятель он он проходит вот эти вот я сейчас про старшее поколение говорит он проходит эти ступени тоже понимаете как вот он мне говорит ну ведь главное это хорошая новость а где она будет в интернете или на бумаге это не важно проходит полгода я ему говорю как нет ну что тебе она же новостью нет для интернета возможно это не новость во первых важно на какое место ты ее поставишь третьих возможно ее надо обработать совершенно иначе и так далее так что получается что вот это вторичная обработка материала важнее самого вот этого жемчужного зерна какой кошмар говорит нет и ты тоже бру ты тоже значит вот уже туда переметнулся я просто чувствую больше того я это стал чувствовать на себе я же пишу вот такие данные журналисты ну и на в интернете здание а потом еще и на фейсбук приходите ставьте лайки вот я же себя поймал на чем я же себя поймал на том что я туда пишу так а сюда пишу себя я другой то есть это ужас конечно это это раздвоение сознания шизофрении того хуже но а может профессионализм а может так по-другому нельзя же я твердо знаю что я не внизу вот если я буду писать для вот аудитории фону этом фейсбучный какой-то там на взгляд или куда-то еще я представляю эту аудиторию я не смогу написать так как я написал надо это в себе вы знаете мне кажется это надо в себе сохранять культивировать ничего страшного вот это вот закостеневшие понимание чтобы правильно только старт и так далее ну журналисту она очень-очень очень мешает журналист он конечно должен быть у него скрепы внутренние должны должны быть устои у него там еще поговорим об этом особенно вот во время там тех же информационных войн да это верно это верно но все равно вот это вот мы не мы не покрытие мы не священники мы не аяталы которые вот дети мы движемся постоянно по горизонтали привлекали так все мы слушаем чё там где творится и это нас спасает это на наш кусок линии это на что здесь конечно устраиваются тоже василий паспи скобчера машины с языками не сходит потом и кто-то из вас потом если откроет в интернете и посмотреть кто он такой я считаю я не зря вот смотрите тот же василий пасков значит когда мы делали в комсомолке в комсомолке было понятно дело если кто не помнит или знать не хочет но все все равно придется выслушать значит концовка большая формата а2 и было от 4 полос до 6 всего работал 600 человек кошмар то есть вместе работало две тысячи шестьсот человек огромное здание и все это рушилось 600 и 600 все рушилось все рушилось ну вот девяностый год сейчас сколько где коксомолке много сейчас но она по-другому совершенно устроена там тоже много там если с регионалами со всеми но там другая модель заработала там все это было сметено могучим ураганом и выстроили другая абсолютно внутри этой модели было признано что вообще-то надо делать еженедельный выпуск больший тиражный еженедельный выпуск это у нас тушка которая вам известна по сей день и вот эта вот история несколько человек или просто затевали на полном противоходе старая газета о старом садельсом вверху там невозможно будет победить там сидели люди по многу лет и они говорили нет традиции а мы сделаем мы вас не трогать в таких битвах стратегия есть и тактика можно мы тут с вами будем делать и еженедельничать и когда вышел первый номер этого еженедельничка этого нашего он правда был плохой там прям посредством еженедельничка потом с номера пятого стало что-то проклёвываться но поначалу был ужас что-то если честно вот но искали этот свой путь например я понимаю, куда это она вышла и мне в коллегию принесли опять там круглый зал в комсомолке священный вечер принесли мне в коллегию главный, смотря на это дело, ничего не сказал а другой там журналист тоже, совместитель сказал следующее да не думал я, что доживу до такого позора мы собрали свой вечер пошли делать следующее который начал расти по тиражам по тому, по сему ну и как бы знаете сейчас он там достиг своего пика три миллиона было как сейчас поменьше но все равно поражали это главный потом интернет пришел который там сажал все и пошли мы солнцем палим вот так по коридору комсомольской правды мы все сидели шесть человек сидели в одной комнате это был такой ньюзрум того рода первого мы сидели в одной комнате я там был главный но я сидел со всеми и вместе такой же стол такой же стуль мы пришли все перевернулись говорим обществе то, что мы скрипали оно как-то далеко от идеала если честно ну давайте будем делать лучше ну давайте делать лучше открывается дверь и входит кто? Василий Михайлович Песков входит Василий Михайлович Песков а кто не знает как вы видите Василий Михайлович Песков я вам опишу коренастый народный в джинсах на подтяжках и несмотря на он не грузин конечно но в кепке в кепке он все время ходил только в старой кепке ну то снимет то наденет даже вот в аудитории по коридору в салоне ходил в кепке образ у него буквально он приходит и говорит что-то вы затеяли какую-то историю что-то я не знаю у меня вопрос нет а вы я отвечать не будете? мы говорим Василий Михайлович дорогой упали все кто-то кто к нему ползком кто как ноги целовали значит все Василий Михайлович потому что это конечно мы сразу поняли что это победа дикой силы абсолютно то есть мы мы победили да будем сколько вы мне дадите? полоску ну вашу эту недоделанную маленькую формат формат а3 ну да да ну и без рекламы дед дед все понимал и без рекламы мы говорим ну максимум восьмушечка а это сколько восьмушечка покажите мне мне не восьмушечка ну восьмушечка нет четвертушечку и вот такая битва значит за восьмушечку и четвертушечку Василий Михайлович отныне вот до последних пока был жив печатался да и после он наготовил на сто лет вперед не мог его рассказывать и потом печатать и Василий Михайлович сдал нам первое окно в приводу на наш новый формат что началось в редакции выгодное предатель Песков предатель идеалов всех и всяческих идеалов Песков отправился к этим неблагонадежным и вообще анатюристам и всяким таким людям которые сейчас из нашей прекрасной комсомолки сделают Чучино и решил у них печататься Песков все это выдержало совершенно спокойно это старые закалки был человеком он сказал а я знаете ли верю вот у них тираж будет а мне что мне тираж нужно мне читатели нужны понимаете о советский человек настоящий вместо вот этого всего живость сохранила вот эту подлинную историю понимаете как остальные все хотели мы будем печататься в этой самой вот такой газете это нам нельзя это нам не можно этому не подойдет а он говорит мы можем читать и так три миллиона каждую неделю агребал Василий Михайлович песков а мы его радостно он вот это справедливый подход старшего поколения к этому дел знаете ну чё наверно перебудут или на вопрос отвечать или чё какой анекдот вам на эту тему про Василий Михайлович а вообще на эту тему знаете это к вопросу где и в каких изданиях печататься что и так далее одного довольно значительного русского поэта спросили чему он печатается в столь малопочтенном издании ну которое как-то там называлось условно литературный альмонад прибыль который ко мнению прогрессивной общественности не вполне был достойным его пера и идеи на что один из наших крупных поэтов которому нельзя было заподобить в подобной Мексике сказал я буду печататься визития даже если этот альмонад будет называть хрен если этот альмонад будет называться хрен я тоже буду запечататься искусство поблагодарю вот примерно так у нас и поступал Василий Ивановский Слов это не универсальная формула на самом деле но вот это понимание чего тебе нужно где у тебя читатель где у тебя подлинная масса где у тебя не формальный а настоящий какой-то вот выход твоим творческим силам он здесь не 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 Продолжение следует...